Я уже был на этой сцене сегодня Снова зовем обратно Привет, ребят Ну что, поговорим? Да, давай Я знаю, ты много можешь рассказать про закулисье театра и кино Ребят, сделайте, пожалуйста, музыку потише, потому что я слышу музыку и не слышу Леру Расскажи нам что-нибудь о закулисье театра и кино Ты первую свою роль, самую большую, озвучил в 11 лет, правильно? Нет, неправильно Неправильно? Хорошо, а как правильно? Самая первая крупная роль у меня была в фильме с Брюсом Уиллисом Он назывался, кажется, Юпитер в опасности или Юпитерайзинг, я, честно говоря, не помню Но мне было тогда лет 7, наверное Серьезно? Да, я всю жизнь этим занимаюсь В общем, наверное, поднаторел Нет, я писал первый фильм, когда я рассказывал как-то уже в интервью Я еще не умел читать, мне давали текст, я его запоминал Мне его читали вслух, я его запоминал и потом уже говорил в камеру Я так в детстве книжки тоже учила Ну вот видишь, да, теперь вы здесь Так, расскажи, как ты вообще в это попал? Это знакомые, родители? Слушай, ну на самом деле попасть в озвучку можно разными путями В моем случае это было, наверное, изначально через родителей Потому что они у меня тоже артисты И очень много работают в дубляже Они голоса, например, в России Симпсонов и Футурамы И как-то так получилось Но когда вообще актерская команда в озвучании Это такая большая дружная семья И все друг друга знают И когда, допустим, нужен ребенок в сериал или фильм Вместо того, чтобы идти к кастинг-директору, кого-то искать Они спрашивают, а у вас же есть мелкие? Да, вот давай, приводи, короче, давай сделаемся И действительно как-то так пару раз привели А потом получилось, вернее, у меня получалось это делать Я это делал, может быть, быстрее, чем остальные И как-то так я там устаканился Но при этом я знаю другие, наверное, примеры Когда ребята после театрального вуза приходили в эту специальность И успешно в ней пускали корни И сейчас пишут топовые блокбастеры Так что нет никаких ограничений Всегда можно как-то что-то придумать А что вот нравится больше? Играть или озвучивать? Я надеюсь, что про компьютерные игры сейчас Тогда ответ очевиден Конечно же, наверное, играть На самом деле играть в кино, играть в театре Озвучивать сериалы Но это все разные грани актерской профессии Я не могу сказать, что мне что-то нравится больше Мне все это интересно А вот поиграть очень интересно Хотелось бы проиграть в компьютерные игры Потому что времени нету Ничего не видел Давно уже не играл Хорошо, раз мы коснулись игр Тебе что больше нравится озвучивать? Фильмы или игры? Вот что же в ней? Вот честно должен сказать С точки зрения актерской, конечно, кино интереснее А вот с точки зрения меня, как геймера Мне всегда ближе были компьютерные игры Это же потом так круто, когда ты садишься И это не просто какое-то кино, которое ты посмотрел А ты играешь во что-то Нужно построить диккурат Только не в мою смену Очень забавно было Лет Семь назад я играл в Warcraft У меня была DSW гильдия World of Warcraft И Я вводил рейды И очень забавно В партии чуваки Смеялись над тем, что Как бы у них рейд-лидер Голос Гарри Поттера У нас был Вентрила Был Вайсчат И это было довольно забавно Особенно, когда я крыл их в 4 петли За то, что они там стоят в огне Или не могут сделать какие-то элементарные вещи Там ДПС не жарит Ты это делал голосом Гарри Поттера? Ну, это я своим голосом делал Но это одно и то же, в принципе Ну, ты так не разговариваешь сейчас Как шпаник Ну, кстати, да Это было Было гребание режиссера Делал, собственно, самого Гарри Повыше в регистре делал Сейчас получится? Нет, у меня сорван голос К сожалению, безавчера Очень сложная смена была Знаете, как В озвучке компьютерных игр У нас есть такое жаргонное понятие Называется комплект Крикуна Это, как правило, какой-нибудь шутер Которому у тебя не так много реплик в роли Но они все примерно Звучат примерно так Граната! Собственно, через несколько часов Такой работы от связок не остается ничего Даже если ты профессионально Зная какие-то секреты Пытаешься говорить на опоре Пускать звук мимо связок Это все тогда ненатурально звучит В этом смысле еще была Восхитительная история Я озвучивал По-моему, это был Battlefield И там было очень много матов В мультиплеере у персонажей И вот, значит, я заворачиваю Какое-то ругательство В четыре петли И завершая ее словами Летит вертолет И в этот момент в студию Входит моя мама Которая так смотрит на меня И говорит Ух ты! Было немножко стыдно Но немножко совсем Я сказал Мам, я денежку зарабатываю Отстань Мама часто открытие совершает? Ну, не знаю На студиях мы с ней Видимся чаще, чем дома Так скажу Такова судьба Традиционный наш вопрос Каким супергероем ты хотел бы быть? Хороший вопрос Сложный Не думаю, что... Хотя нет, думаю Флэш Флэш, отлично Очень быстро, да И еще Какой персонаж Из всех, кого ты озвучивал Был для тебя Самым запоминающимся? Слушай, вот это Сложный вопрос Потому что время идет И что-то подзабывается Что-то, наоборот, Очень яркое впечатление Я считаю, что Хорошей работой был Мэр В Devil May Cry 4 Сейчас, например Мне очень нравится Как получилось Сделать Персонажа Рэнч Хакера Из Watch Dogs 2 Но благо там Была классная И в том и в том случае Команда Это люди, которые Любят свое дело Вообще, вы же знаете У нас беда с локализациями Потому что Где-то переводчики Что-то не доделали Где-то Фразы, вырванные из контекста Не имеют никакого смысла А в этих двух проектах Например Ребята очень сильно Вложились в локализацию И нам удалось Даже пошутить Те шутки Которые у нас По-хорошему Пошутить нельзя Вот И так как их надо Шутить Так что Отлично Спасибо Может быть Ребята У вас есть вопросы Вопросы из зала Нету Похоже Нету вопросов Про механику озвучки Может быть что-то Да никаких проблем Я тогда отправлюсь На заслуженный перерыв Ну не стесняйтесь Я не вижу ваших рук Все отлично Я ребят пошел отдыхать Спасибо вам за внимание Спасибо огромное